Недавно заявление было о том, что берите землю на Дальнем Востоке, кто сможет там гектар и сможет больше. Но это подачка. Сегодня 1 миллион гектар уже передано Китаю. Сегодня созданы торы, которые по сути дела создают маленькие государства в государстве. Создают такие анклавы, в которых не действуют российские законы. Там не действуют законы о налогах, о таможнях, о миграции. Туда можно завозить массу, массу я говорю, мигрантов, которые сегодня могут растворяться в наших просторах страны. Если говорить о том, что сегодня позиция единой России четко увеличить количество мигрантов до 70 миллионов, то мы видим, что будет происходить с нашей страной, как будет отваливаться от нас Дальний Восток, Сибирь, Центральная Сибирь. Потом уже подойдут и к Краснодарскому краю, но и дальнейшие регионы тоже такая же участь ждет. Поэтому вопрос олигархии сегодня архив важен. Ну, представим себе, что сегодня вдруг олигархи решили все сдать. Как вы себе представляете, будет изменение? Нет. Потому что чиновники, те же по сути олигархи, которые контролируют сегодня всю систему власти. А система власти сегодня порочная. То, что мы приходим в суды, в прокуратуру, в МВД и требуем, чтобы там выступали по закону, к сожалению, это не так. Мы прекрасно знаем, как решаются вопросы в судах, как решаются в других органах правокварядка. Поэтому мы ставим вопрос. Нужно, чтобы у нас был новый закон. Чтобы мы с вами могли требовать от власти за ее действия. А мы на сегодняшний день приходим и просим у власти. У нас есть Конституция Российской Федерации, статья 3, где мы, русский народ, и остальные народы России являются властью. И мы должны не просить, а требовать. К сожалению, мы сегодня от них требуем. Сегодня власть перевела деньги на Запад. Я вам приведу несколько примеров, как работают наши деньги на зарубежную экономику. То есть те деньги, которые должны поднимать наши села, наши города, нас, наши семьи, наших детей, они работают сегодня за рубежом на то, чтобы против нас работала промышленность, против нас поднимались военные силы НАТО и другие соответствующие структуры. Так вот, Китай вкладывает в зарубежные фирмы 4,6% от золотовалютного резерва. То есть от 1,8 триллиона долларов. Япония, смотрите, Япония 4,0% от 1 триллиона долларов. США 0%. Но зато Россия впереди планеты всей. 97% вкладывает в зарубежные активы. То есть, по сути дела, мы с вами поддерживаем западных олигархов, западных транснациональных корпораций и западные фирмы. Нам все говорят, все прекрасно, вы живете хорошо, а что вы так беспокоитесь? Мы кризис прошли. О каком прохождении кризиса мы можем говорить? Сегодня реально жизненный уровень у людей упал от 25 до 35%. У нас власть когда-нибудь ходила в магазины, она когда-нибудь покупала что-то. Наверное, она так, как Брежнев раньше покупал водку за 3,12, когда проезжал по Руглевке, так она, наверное, приобретает у нас продукты питания по тем ценам, которые были до всех кризисов. Сегодня 4,5 миллиона безработных, и рост в 2014 году составил 9,5%. Но заметьте, нам говорят о Крыме. Крым сегодня наш, Крым объединен. Мы сегодня с вами должны радоваться, и мы радуемся. Но только вопрос, а почему же растет протестное движение? Оно выросло на 5% по сравнению с тем, когда только объявили о том, что присоединили Крым. Оказывается, у нас очень плохо с экономикой. Зато прекрасно объясняет у нас о том, что делается в стране. Мы видим с вами, как у нас растут заводы, как у нас, так сказать, запускают ракеты. Тут целое было, ну я не знаю, тетрализованное представление. Вот пустили ракету. Да в Советском Союзе их пускали десятки таких ракет. Да, конечно, мы построили космодром. Но разве это главное? Главное, чтобы каждый человек понимал, что он живет в своем государстве, и что это государство заботится о нем. И что именно он может опереться до государства. А у нас получается, что государство его грабит. По сути дела, вводятся законы, которые сегодня увеличивают налоги. Они разрушают систему, в которой есть средний бизнес, мелкий бизнес. Они сегодня практически снивелировали до такого уровня средний бизнес, что у нас останется только всего 7% от общего количества предприятий среднего бизнеса. А это уже не катастрофа. Это уже просто провал полный. Вот сегодня у нас, как средства говорят, великолепно живут, все прекрасно. Так вот, смотрите, 50% у нас населения живет и живет только на 10 тысяч рублей. На 10 тысяч рублей. А 10 тысяч рублей это нижний уровень. То есть мы практически 50% населения имеем бедными, нищими. Это при том, что богатая страна, что колоссальные резервы, что у нас масса, так сказать, природных ресурсов, что у нас нефти полно, которые мы продаем, мы первые в мире по нефти. Так куда же эти деньги-то деваются? И в конечном итоге мы с вами получаем копейки, а в лучшем случае ноль. Так вот, чтобы защитить себя от того, что происходит в нашей стране, от того, что делает власть, власть начинает заниматься двумя вещами. Первое, о котором мы говорили, это выборы. Выборы, стопроцентная фальсификация. Я проходил 6 выборов. И поверьте мне, эти выборы полностью уже определены, кто попадет в Думу. Они сейчас разыгрывают карту с ОНФ, общероссийский народный фронт. Да, извините, там из 10 человек, 9 человек, это высший состав Единой России, которые организовывали этот ОНФ. Вот вам результат от того, как будет и кто будет в Думе. Они сегодня сделали так, закон о выборах, что туда пройти невозможно. Надо пройти несколько фильтров. И только после этого можно попасть в Думу. И то, я вам хочу сказать, вряд ли ты попадешь, даже по мажоритарному списку. Поэтому мы призываем и призывали не ходить на эти выборы. Это выборы ненародные, это фальсификация. И еще самый важный момент, мне задают вопрос о Национальной Гвардии. А для чего создана Национальная Гвардия? А Национальная Гвардия создана только для одного. Чтобы защитить себя, любимых, и олигархов. Потому что 400 тысяч человек Национальной Гвардии, это половина армии сегодня, которая будет защищать ту власть, которая сегодня разлагает и грабит народ. Поэтому разрешите предложить конкретно, что мы хотим. Первое, это национализация власти и национализация стратегических ресурсов страны в интересах народа, чтобы это все работало исключительно на нас, и чтобы поднимало благосостояние каждой семьи. Это сегодня отправить в отставку правительство и создать комитет по расследованию его деятельности от имени народа. Роспуск, а не перевыборы, ропуск у государственной думы и смена всей системы власти. Принятие новой конституции, ибо без нее мы с вами ничего не сделаем. Именно народной конституции. И ликвидация паразитического олигархического клана. Россия, русскую власть! Россия, русскую власть! Россия, русскую власть! В стране идет ползучий геноцид русского и других коренных народов. Чтобы мы не опомнились, нас постепенно заменяют приезжими. О проблемах миграции скажет член штаба русского национального фронта Куренович Николай Владимирович. Да, это хитро продуманная идеологическая диверсия, что нас, русских, здесь размывают, пытаются ассимилировать и растворить в этом мутном потоке приезжих гастарбайтеров. Будь то они законные, незаконные, по мне так их бы никого здесь вообще не было. У нас в стране только официально 6% безработных, а если брать неофициальную цифру, то и все 20 и 25. А те, кто имеет хоть какую-то трудовую занятость, то их труд оплачивается по самым низшим и по самым нищенским тарифам. Мы можем обойтись без всяких гастарбайтеров на космодроме восточном, здесь в Москве на строительстве многоэтажек. На Дальнем Востоке без китайцев. И эта политика, она не случайная, она хитро и далеко продуманная, чтобы освободить Россию, Русь от русских и чтобы заменить нас другими. То же самое происходит и в Европе. Якобы спонтанный набег беженцев, которые там бесчинствуют, которые там совершают преступления, а коренные народы должны проявлять всяческую к ним политкорректность и толерантность. Поэтому что сделаем мы? И это случится неизбежно. Когда в России будет русская власть? Первое. Примем закон номер один о разделенном положении русского народа и о неотложных мерах по его воссоединению. Закон номер два. О русском языке, его защите, развитии и дальнейшем совершенствовании. И так далее. Произведем обмен паспортов и выдадим их только представителям коренных народов. Те, кто здесь окопался и нас грабят. И те, у кого есть свои национально-территориальные образования государства по международно-правовым конвенциям и актам, не могут быть коренными народами. Поэтому всех пришельцев, всех преступников мы попросим обратиться вон. Разумеется, с национализацией всего их неправедным образом нажитого имущества вернем в основной закон, который будет называться, может быть, не иностранным словом, Конституция, А русская правда, главный и первый параграф, что русский народ есть главный государственно образующий народ и есть русская нация, и есть основной источник власти. Это должно прозвучать в русской правде. Вернем в новых паспортах графу национальность. Пусть все гордятся, как русские, так и другие представители коренных народов России, что они живут в России. И изведем щелочью и другими политкорректными средствами это ненавистное мне слово «россиянин» и его производная. Какие россияне? Россияне – это есть мещане, обыватели и по своей сути трусы, которые сегодня не участвуют в протестных национально-патриотических мероприятиях, которые трусливо сейчас на своих загородных участках, жарят шашлыки и думают, что все так просто, все обойдется. Пускай барабаш, пускай другие русские националисты, пускай Николай Боголюбов сочиняет патриотические стихи, пускай русские националисты маршируют, а мы шашлыки пожарим на своих приусадебных участках. А когда придет русская власть, мы скажем, мы же с вами все были. Поэтому все те, кто будут смотреть наш сегодняшний митинг, должны посмотреть на себя в лицо, а не направо-налево, и спросить каждого себя, а что ты, конкретно я, сделал для того, чтобы процветала моя семья, мой род, мой народ, наш род, моя природа и моя родина. Хватит этого трусливого увертывания, что мы, если что, с вами сейчас пришло время определяться. Или ты русский, или ты россиянин, или ты предатель, или ты за Россию, или ты пойдешь в проплаченных фальшивых шествиях, митингах, профсоюзов, КПРФ, ЛДПР, так называемой справедливой России, единой России, или ты пойдешь нога в ногу со своими соратниками, близкими тебе по духу и по крови, с русскими людьми. Поэтому, русские люди, хватит спать, очнитесь. И так уже нас осталось мало. И знайте, что без русской власти, и это не есть никакие высокие трибунные слова, у всех у нас и у вас конкретно, не будет будущего. Вас ведут на кладбище, в могилу, будете носить спущенные штаны, будете ходить с разорванными коленками, как бомжи чумовые, смотреть дуроскоп и развлекаться пивом, попкорном и загородными шашлыками. Мы что, проматываем достояние наших великих предков? Посмотрите на карту от Калининграда до Камчатки. Это мы с вами заработали? Да нет, мы только проедаем. И некоторые россияне, не русские, как наркоманы, берут последнюю вазочку хрустальную у мамы и идут продавать. И так же вы сдаете свои квартиры приезжим, не понимаете, кто вы есть, что вы русские, вспомните наконец-то. И за вас томятся в этих антирусских тюремных узилищах наши русские патриоты и националисты. Поэтому наш лозунг должен быть сейчас один. Никакой поддержки временному правительству. России русскую власть! России русскую власть! Даешь один миллиард русского населения сильного, красивого, здорового. И мы всех победим. И наша Родина это не только Россия. Объединим единое пространство. Россию, Белоруссию, Малороссию, Сербию, Приднестровье, Южный Урал. Земли Казахстана русские вернем. Аляску и Калифорнию. Так оно будет. Потому что с нами бороться бесполезно. Как бесполезно бороться с воздухом, с водой. Потому что мы есть русские, с нами Бог. И мы везде так победим. Слава России! Слава России! Символ веры четко определяет церковь. Церковь единая, святая, соборная, апостольская. Властолюбивая и сребролюбивая иерархия выдернули принцип соборности. И церковь стала уже не той, которая определена по канонам. В результате иерархию заняли жидовствующие еретики, и коммунисты, и садомиты. О проблемах в церкви. Вопрос проблемы в церкви поднимет координатор московского штаба российского имперского движения Васильев Павел Валерьевич. Христос воскресе, русские люди! В истину воскресе! Но только от нероссийского, русского имперского движения. Значит, что хотелось бы сказать. Да, действительно, ну, конечно, не вся иерархия, ее часть, ее часть, некоторая часть, к сожалению, действительно ведет свою вероотступническую политику. Вот. И если мы обратимся к нашей тысячелетней, даже более, истории, а гражданская история исторической России неотделима от ее церковной истории, ибо только на основе, собственно говоря, православной веры русский человек стал русским по-настоящему и навсегда. Так вот, если мы обратимся к ней и посмотрим, как же вели себя наши предки в этой ситуации. А если мы вспомним, что Москва это еще и третий Рим, а четвертому не бывать, и, соответственно, это последнее православное царство, то посмотрим, как же шли отношения между, так сказать, противостояния, вернее, между православным Римом и той католической ересью, которая смогла стать и в 1054 году. Сразу после, через 150 лет, 1204 год, римские крестоносцы, вернее, католические крестоносцы разграбляют и захватывают Константинополь, православный греческий город, византийский. Далее мы что видим? Это в 1240 году те же католики идут на Русь, и наш благоверный князь, святой Александр Невский, защищает первый раз в 40-м году, за что и получает свое прозвище. А через два года Ливонский орден пытался окатоличить историческую Россию. Но тогда, тогда еще и с Востока шли язычники, которые пытались наше тело заполучить. И известен ответ Александра Невского, когда его спросили, что же делать, княжа, он ответил, защитим же душу, а с телом мы договоримся. И пытались договориться так, что сарайскую епархию устроили в Орде, и в итоге через сто лет некоторые из ордынских князей, крестившись, стали служить потомкам Александра Невского. Что же дальше мы видим? 1380 год. Поход Мамая на Русь. Но мы знаем, что в его войске были наемная геноэзская пехота. А это что за люди такие? Это те же католики, которые опять же нанимались к мусульманам. Вот заметьте, к мусульманам нанимались для того, чтобы можно было побить, как они нас называли, схизматиков. Что же мы видим далее? Соответственно, начиная с Петра I, многие из иностранцев приезжают действительно служить государям российским, и таким образом, будучи католиками, протестантами, но они служат белому русскому царю, они уже служат православной империи. и они себя через несколько поколений уже не мыслят в отрыве от исторической России, которая была православным государством. Но что же мы видим далее, когда в результате отступления от веры царя и отечества мы потеряли своего белого царя, мы получили ситуацию, когда безбожники, опять же, договорившись с бывшими союзниками исторической России, смогли заполучить и верховного правителя адмирала Колчака, от французского генерала Жанена, генералу Врангелю на юге России предлагали сдаться на милость победителя, то есть коммунистов, и он только ценой своего неимоверного подвига смог спасти не 30 тысяч, как союзники на это ему предлагали русских людей, а 150 тысяч. От верной смерти, это мы знаем, есть красный террор, который никуда не денешь, и его наследники до сих пор сидят, и нам говорят, что никаких жертв русского народа не было. Так что же мы видим далее, как раз когда мы потеряли веру царя и отечества, те же, значит, католическая ересь начала говорить, что большевики расчищают нам дорогу для нашего празелитизма, для нашего миссионерства, и вот действительно расчистили настолько, уничтожив более 100 миллионов русского народа православного, что сегодня мы уже не понимаем, что такое православие и как оно должно относиться к католичеству. Но самое интересное, что католики сегодня, это уже не просто католики 12-13 веков, это католики, которые уже пытаются объединяться и с иудеями, и с мусульманами, и с индуистами, и даже представителями языческих сект, и учат тому, что спастись можно везде, уже не только обязательно надо принимать католичество, а спастись якобы можно везде. И, к сожалению, среди вот части православной иерархии находятся такие вероотступники, которые вместе с ними говорят об этом нам, потомкам православного русского народа. И если мы не хотим быть дураками, то мы должны изучать свою собственную и церковную историю, и гражданскую, для того, чтобы понять, как на сегодняшнем уровне сопротивляться этому межрелигиозному уровню глобализации, потому что она идет не только на экономическом, политическом уровне, национальном, но именно и на межрелигиозном. Поэтому вспомним чаю воскресения мертвых и жизни будущего века аминь. Это последние два члена символа веры, которые мы сегодня провозглашали в храмах. Так вот, за неизменность православного никейского символа веры. Мы русские, с нами Бог. Благодарю за внимание. В апреле 2014 года кремлевский сиделец сказал по поводу Новороссии, пусть только они попробуют стрелять в женщины и детей. Через месяц, через два, через три те люди, которые стреляли, их стали называть уже партнерами, партнерами Кремля, те, которые убивают русских людей, продолжают убивать людей в Новороссии. Сегодня ситуация, эту ситуацию не открывают СМИ, точно так же не открывают ситуацию, не говорят СМИ о том, что в Киеве, в киевских застенках, в хазарских застенках томятся русские военнопленные. Об этом скажет сейчас Эдуард Касанов, представитель движения Новороссии, который защищал с оружием русскую землю. Здравствуйте, друзья, извините, ошиблись немного в имени Эльдар Хасанов, бывший начальник штаба славянской бригады, начальник штаба Министерства обороны ДНР. Я хочу сказать о том, что русская весна подняла огромные пласты и на Донбасс ехали со всего мира, не только из России, из бывших союзных республик, из Казахстана, из Армении, из Грузии, из Азербайджана. У нас воевали все. Никто не забыл тех веков, которые провел вместе с Россией, как с центром, с ядром. И люди, которые встали за русскую весну, они погибали, отдавали свои жизни, понимая, что защищают Россию. Новороссия это самый главный фронт на сегодняшний день. Там продолжают гибнуть люди, мирные и ополченцы. Туда продолжают рваться десятки тысяч наших собратьев. И все они воюют за Россию, за тот центр, который собрал в свое время Великую Российскую империю, а потом на этой базе был создан Советский Союз. Да, как бы мы ни относились к нему, это была наша единая родина, и мы все понимали, что центр это Россия, без нее не будет ничего. Сегодня у врагов России главная задача развалить ее. И для этого используется старый проверенный метод, разделяя и властвуй. Тот народ, который с Россией был всегда одним народом, украинский народ, он сегодня зомбирован, доведен до состояния, когда он не понимает, за что он воюет. Я беседовал со множеством пленных, большинство из них не понимает, за что они воюют. Да, они подневольные, их отправляют убивать, но наша задача всем вместе объяснить этим заблудшим овцам, что они воюют не за свою страну, они воюют за олигархов. То же самое произошло собственно когда началась русская весна. Она напугала именно олигархов, потому что то, что было названо народными республиками, сегодня таковым не является. Там появились нью олигархи. К сожалению, об этом тоже не говорят российские СМИ, это все замалчивается, нам преподносится красивая лубочная картинка, что там все замечательно, там все незамечательно, каждый день гибнут и ополченцы, и мирные граждане, обстрелы продолжаются, никакие минские договоренности не соблюдаются. На сегодняшний день украинская армия насчитывает порядка 250 тысяч человек, все они сосредоточены вокруг ДНР и ЛНР. По нашим предположениям наступление может начаться в любую минуту. То, что сегодня называется армией, вряд ли выдержит этот удар. Готова ли Россия вступить своими вооруженными силами в борьбу против нацистов? Да, я понимаю, что большинство среди тех, кто воюет, это не нацисты, а заблудшие. Но их кто-то должен остановить. Того, что сейчас есть в Новороссии, явно недостаточно. Теперь я хотел бы несколько о другом. То, что произошло, это примерно то же самое, что было в 41-м году. Тогда народ был един, и его не надо было уговаривать идти на войну. Все, как один, знали, что нужно защищать свою родину. Сегодня эту родину защищают единицы. Миллионы вообще не вовлечены в этот процесс. Они не знают о том, что здесь, на территории России находятся сотни тысяч беженцев, которым нужно помогать. Этим занимаются общественные организации, но у них крайне мало сил. И вы можете принять в этом активное участие. Это будет ваш посильный вклад в ту войну, которую ведет сегодня Россия. Завтра в 3 часа на Суворовской площади будет еще один митинг, посвященный одесским событиям. Вы можете прийти и поддержать его также. Он тоже направлен на сохранение России, на объединение всего народа в борьбе против нашего главного врага, который не оставляет своих целей уничтожить Россию. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. О сути правящего режима говорит тот факт, что в правительстве сидят отчаянные русофобы, воры и грабители, в то время, когда люди, которые защищают национальное государство, сильное государство, томятся в тюрьме. У политзаключенных расскажет Елена Рохлина. Здравствуйте, с праздником. Я бы хотела сейчас обратиться к нашей доблестной полиции, к нашим дружинникам и к тем людям, которые шли мимо и остановились. Вот интернет кипит, нет денег на операцию ребенку, нет денег на операцию маме, спасите моего близкого человека. 500 тысяч рублей операция. Вы, ребят, думаете, что вы избежите этой участи, да, что со всеми все это случается, с вами этого не будет? Каждый день принимается закон, когда лишают людей раз за разом каких-то социальных льгот, возможности прооперироваться и жить дальше, а не умереть. И вот эта безучастность, да, она ведет нас к тому, что в какой-то момент мы станем баранами, перед которыми положат такую ГМОшную еду, чипы нам сначала в руки, потом в мозг, а перед лицами будет экран. На экране будут показывать развлекаловку. Вот это наше общее будущее, если никто из вас не возьмет ответственность за то, что творится в России на себя. Проблема-то в чем? Проблема в том, что людям плевать даже на себя, не то, что уже говорится на тех людей, которые за них встали. Встали за референдум. Это Юрий Игнатьевич Мухин, Кирилл Барабаш, Александр Соколов, Валерий Парфенов. Вот эти люди встали за ваши права, чтобы у вас потом ничего не отнимали, но вам по барабану. Каждая из вас говорит, что ну это меня не касается, что от меня изменится, от того, что я приду там с плакатом, на котором будет написано террористы, экстремисты пошли вон от нашей медицины. Ну, если миллион человек говорит, что от него ничего не изменится, представьте этот миллион на улице. Не надо там даже с какими-то политическими лозунгами. Выйдите за себя, за свои права, за свою конституцию, что вам положено по конституции. Или подыхайте тогда, подыхайте. на Владимира Васильевича Ковачкова заведено очередное дело. Якобы он из тюрьмы к терроризму какому-то призывал. Конечно, нет ничего и близкого к ФСБшников. Ну, вот, нужно выслужиться им. Нужно не отпустить заслуженного полковника, боевого офицера. Вы понимаете, что творится? У них сейчас будет все меньше работы, и они будут выслуживаться и сажать побольше людей, лишь бы удержаться на своем месте. В каком дурдоме мы сейчас пребываем? А где эти офицерские собрания, все эти ветеранские общества? Человек отсидел достаточно долго и ни за что. И вы понимаете, у нас куча организаций военных, и они не могут даже не просто политическое письмо с требованием к власти освободить полковника, а хотя бы перечислить его заслуги и потребовать, чтобы боевого офицера наконец отпустили. Потому что все, что он делал, это защищало русских людей везде. В Азербайджане, когда русских гнали, в Таджикистане, в Чечне, в Афганистане исполнял интернациональный долг. Вы понимаете, что творится? Надину Гарину завели очередное дело, только осудили, опять дело завели за какой-то пост. Вы что, вообще с ума сошли, эшники, ФСБшники? Вы с ума сошли? Здесь миллиарды перечисляются в Америку. У народа крадутся деньги, вам дела нет. Вы за пост, мало ли что, это его страница, человек, он может высказать что угодно. Вы нам устроили этот либерализм, по которому отняли у народа то, что предки завоевывали, горбом своим зарабатывали, и после этого еще сажаете за просто мнение человека. Вы что, вы не собираетесь жить в этой стране? У вас есть там дворцы за бугром? Вы собираетесь улетать? Чуть что? Ну давайте посмотрим, посмотрим, у нас действительно выбор такой, или бараны чипированные перед экраном, жуют что-то ГМОшное, ведь знаете что, до чего дошло? Сейчас они внедряют такие продукты, чтобы до пенсии люди отчислили всю жизнь пенсию, но не дожили. Из-за этого конечно вы вспомните про русское движение, будете кричать о том, чтобы вам в судах помогли еще где-то, но в результате вы подумайте сейчас о том, как вы сами, какую гражданскую, о нашем будущем, какую гражданскую позицию вы занимаете. Ведь помочь можно как угодно русскому движению, как угодно, от информации до средств в отношении политзаключенных, которых заточили только за то, что они референдум хотели провести. Еще раз с праздником, спасибо, будем держаться. По русофобскому зомбоящику показывают Олимпиады, собирается показывать какой-то чемпионат мира по футболу, в который вкладываются десятки, если не сотни миллиардов, а в то время тихо и подло проходит геноцид народа, русского народа и его отдельных частей, других коренных народов. О геноциде шорстского народа расскажет представитель партии Великая Россия Юрий Иванович Бубенцов. Спасибо. С праздником, русские люди. Я приехал из далекой Сибири, добирался тяжело, сначала пешком, потом на оленях. Это шутка. Вы не верьте, что сибиряки пьют тормозную жидкость для того, чтобы не замерзнуть. Не пьем мы тормозную жидкость. Мы очень шустрые на ногу, если надо, мы прибежим к самое первое. Я вот стал очевидцем и свидетелем страшных преступлений, которые творятся сегодня в русской Сибири. Там, кроме русских, проживают малочисленные народы, исчезающие. Вся беда русского и других народов, что мы проживаем на богатой, полезной, ископаемой земле. Значит, те олигархи, которые вам, наверное, на слуху, которые известны, Абрамовичи, Герипаски, они не считаются с интересами малочисленного народа, и русских в том числе. Значит, деревня Шорская и другие деревни находятся на богатой, полезной, ископаемой земле. Первыми, что сделали олигархи, взорвали священную для малого народа, малочисленного народа, гору. Вам это ничто не напоминает? Например, Палестину, где уничтожали духовные места, сакральные, для того, чтобы порвать связь с народом. Из народа вырывается первым делом духовный стержень. Далее последовали бандитские угрозы. Каждому жителю стали приходить бандиты. собирали вместе их, стали запугивать, но люди держались. Людей запугивали пожарами. После первого предупреждения начались пожары. После второго пять домов сгорело. Значит, люди в панике начали бежать. И это не 41-й год. Белоруссия, когда Гитлер наступал, это сегодня происходит в Сибири, русской Сибири. Людей запугали, выгнали с родной земли, распылили их. Значит, тех активистов, кто пытается защитить интересы шорстского народа встать на защиту, преследуют, в частности, меня. Значит, полиция преследует, начальник полиции Коган, я озвучиваю, Коган, Геннадий Ильич, ты меня преследуешь, но я тебя не боюсь, имей в виду. Так вот, под этими Коганами ходят, значит, ФСБ. Они преследуют активистов, не дают им встать на защиту народа. С помощью партии Великой России активистов нам удалось достучаться до Организации Объединенных Наций. Эксперты Организации Объединенных Наций, значит, скрываясь тайным путем, значит, не предупреждая власти, прибыли, а значит, на место преступлений, где провели экспертизу, встретились с пострадавшими, сделали, а значит, видео, документальные видеоматериалы собрали. Значит, власть очнулась, когда эксперты уже стали садиться в самолет. Они напустили на них ФМС, значит, и пытались всячески их задержать, чтобы, видимо, изъять документы у них. Но вмешались международные организации, им удалось принять резолюцию в комитете ООН. Это редкий случай. Значит, я вам озвучиваю, что в резолюции было озвучено, что на территории России, в частности Кемеровской области происходит геноцид народов. Многие слышали, что такое геноцид. Думают, что это зверь с непонятным лицом. А геноцид это страшное преступление, у которых нет срока давности. И вот этим власть сегодня занимается в Сибири. Поэтому я приехал к вам для поддержки. Мы русские здесь, мы русские там. Мы должны вместе объединиться. И как сказал мой товарищ, если в Кремле правят жиды, у русских не будет счастья. Слава русскому народу! Слава русскому народу! Слава русскому народу! Слава сибирикам! Спасибо! Как так получилось, что в России власть захватила антинародный, антирусский режим? На самом деле все очень просто. Сегодня они сделали так в нарушении конституции, что только партийные, представители партии имеют право избираться и быть избранными. С тем учетом, что в партиях состоит сегодня максимум 2 миллиона человек, получается, что только 0,7% населения избираются и могут быть избранными. А с тем учетом, что их поддерживают олигархи, понятно, кого они представляют. То есть фактически несколько семей руководит, несколько антирусских семей руководит Россией. Россией страной, которую создали русские население страны на 80% состоит из русских людей. Мы не имеем права голоса в своей собственной стране. О тезисе России и русской власти расскажет представитель Русского национального фронта Евснефеев Сергей Алексеевич. Товарищи, прежде чем достичь какого-то позитива, прекратить разрушение страны и так далее, надо знать, кто же автор и кто архитектор всех этих дел грабительской приватизации, развала экономики, наркотизации и развращения наших детей и всего прочего. Ну, это все это все сделал нерусский народ. Это уж точно. Архитектор и автор этих всех явлений известен не всем, к сожалению. Многие не понимают этого вопроса. На самом деле масса значит должна это знать. Это очень важный вопрос. Группа лиц которые производят все эти деструктивные действия по всем критериям вполне подходит под определение организованная преступная группировка. Эта группа также характеризуется определенной вполне узнаваемостью этнической. Поэтому каким образом получилось так, что народ не понимает вот этого момента. Дело в том, что это ОПГ полностью владеет средствами массовой информации. Посмотрите, все, кто здесь находится и те, кто выступали сегодня, они не имеют ни единого шанса попасть на каналы телевидения и быть там представлены со своими идеями. Впечатление, вернее, представление о том, что СМИ это какая-то четвертая власть, это крайне ошибочное представление. На самом деле сегодня это первая власть по управлению головами людей. Значит, эта власть СМИ, она успешно производит обыдлячивание нашего народа. Теперь немного об идеологии. Дело в том, что в Конституции есть статья о том, что идеология в Конституции Российского государства не предусмотрена. Но это имеет отношение только к идеологии русского мира, к русской идеологии. На самом деле идеология есть. Эта идеология это идеология золотого тельца и соответственно того класса, вернее той группы, которая представляет из себя когорту избранных. Кем избранных? Да никем. Они сами себя избравили и поставили у власти. Это идеология Торы фактически. Наш президент недавно подписал указ о том, что традиционные учения они не могут подвергаться критике и не могут быть оспорены. Каким же это учением относится в первую очередь? Ну, разумеется, это относится не к христианскому учению. Вы сами понимаете, чьи интересы защищают все эти указы. Но у нас есть возможность говорить правду, пока еще существует интернет. Хороший пример для нас подает Антон Благин, который этот вопрос развивает. Я всем советую обратиться в интернет, особенно последние его сообщения, они очень показательны. Еще раз подчеркиваю, надо концентрировать усилия только на одной решающей точке. Какова эта точка? Она содержится в лозунге «Россия и русская власть». Перед завершением Олег Худяев несколько поэтических строк для поднятия духа. Мы люди русские. Для нас любовь к России норма жизни. Мы родились здесь, нам здесь жить и детям завещать отчизну. В наш исторический момент должны мы сделать выбор правы, чтобы для потомков возродить святую русскую державу, где православие добро, поступка в базис есть для всех нас, где гражданином зваться, честь, родить державы интересом. Национальная идея нам царь, отечество и вера, и цель поставлена нам в жизни. Восстановление отчизны под государевым венцом, с монархом, нацией, отцом. Покуда жив, имеешь силы, ее величеству России служи и счастлив будь, что дело героев предков твой черед вести умело, как эстафету перенять, из тлена Русь святую возрождать. Правительство, правительство, нас выведи из кризиса, дай план надежный, четкий, представь свои расчеты. Но глухо к нам правительство и планов не предвидится. Стратегия правительства держать Россию в кризисе. Белый царь, Одна страна, один народ и вождь единый. Да, вариант в такой державе идеально подойдет, но на просторах нашей матушки России народов разных много издревле живет. Считайте, повезло и немцам, и японцам быть моно-нацией в своей земле живя, но нам в России эти неудобства решались властью белого царя. Был белый царь наш, власть, закон и сила для множества народов и племен и защищал людей и требовал с них справедливо его имперский правильный закон. При нем росла империя и крепла в объятья принимая, под защиту взяв и княжество, и ханство, и эмиров земли, причем у них свободы не отняв. И финн, и армянин, киргизский Исак, бухавец вели патриархальный жизненный уклад и не мешал народам развиваться имперский стиль правления. Был лад. Его царя объединяющая сила скрепляла нацию единства привнося и люди разных мест наречий и религий все были подданными белого царя. Царь-батюшка для русских император, для инородцев проще белый царь, ему присягу воинство давало, он был в стране единый государь, улан-калмык, лихой джигит с Кавказа, под царским знаменем России шли на бой, и помнит Франция амуров узкоглазых. Туземной конницы германец слышал дикий вой, убить наш царь, и нет его могилы, а имена убийц его сегодня среди нас. А что с империей? Развал, что тысячу лет копилось врагам на радость существует в виде независимых де-государств. Входили в Кремль когда-то ополченцы, пожарским смененным приведены в Москву, чтоб сбросить власть нам чуждых иноземцев и в смутном времени подвесть финальную черту. Собором русским государь на трон посажен с Богом и 300 лет взрастал России мир, грядет наш царь, как минины пожарские, мы власть в Россию русскую соборно возродим. Завершая наш митинг, короткая резолюция, короткие лозунги. Констатируя продолжение правящей олигархической группировки, захватившей власть в России, политики, геноцида русского народа и других коренных народов страны, мы считаем необходимым объединить силы всех русских людей, всего русского движения для решения следующих задач. Мы обозначаем, конечно, только некоторые, а в подробности они написаны в декларации Русского Национального фронта и в программных документах, входящих в него организации. Первое. Национализация всей собственности олигархии, нескольких сотен семей, продолжающих грабеж страны, расхищение госбюджета, а также подавление политической и экономической жизни граждан. Второе. Кардинальный пересмотр всей миграционной политики, полное прекращение завоза трудовых мигрантов, репатриация всех гастарбайтеров, отмена всех решений последних лет о принятии в гражданство представителей инокультурных народов, заключение под стражу всех инициаторов и спонсоров миграционного потопа и расследования их деятельности. Третье. Русификация власти, устранение с государственной службы и системы образования, средств массовой информации и правоохранительной системы всех лиц, замеченных в русофобии и нелояльности к русскому большинству и русским политическим активистам, арест и осуждение на длительные сроки всех организаторов политических репрессий, компенсация за счет вреда, нанесенного тем, кто невольно и вопреки закону стал политзаключенным. За национализацию собственности и власти олигархии, воров и предателей вон из власти, нет ересям на Руси, фальшивым выбором бойкот, помни Одессу, не предавай Донбасс, за пересмотр основ миграционной политики, прекратить геноцид русского народа, за русское объединение, вступайте в русский национальный фронт, России русскую власть, России русскую власть, Россию русскую власть, Христос воскресе, воистину воскресе! На этом наш митинг мы объявляем закрытым. Спасибо всем, кто пришел. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воскреснет и Россия! власть власть